Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня уже четверг, 12 сентября 2024 года. А новости вот какие. Что же сегодня будут рассматривать все? Хотят сажать завредительство и не признавать дипломы из Российской Федерации. Разбираемся подробнее. Сегодня в рамках очередного пленарного заседания Сейма депутаты рассмотрят и ряд инициатив от оппозиции. Так, в частности, депутаты от ТБ ВИСУ Латвия хотят запретить признавать документы об образовании, аттестаты, дипломы, выданные Российской Федерацией после 24 февраля 2022 года. Скорее всего, данное предложение передадут на рассмотрение комиссии по образованию, науке и культуре, то есть поддержат в нулевом чтении. А вот опасное предложение депутатов фракции стабильности. Наверняка сразу же отклонят. Речь идет о поправках в уголовный закон, которые бы предусматривали уголовную ответственность за вредительство. А именно, за действие или бездействие президента, премьера, депутатов Сейма, министров, которые можно квалифицировать как вредительство. За это оппозиционные политики предлагают наказывать лишением свободы на срок аж до 12 лет с конфискацией имущества. Большая просьба, послушайте внимательнее до конца. Спасибо вам большое. Напоминаю, вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Спасибо. В свою очередь, депутаты объединенного списка хотят ужесточить порядок принятия решений собранием жильцов о выкупе земли под многоквартирным домом, принадлежащей третьим лицам. И это, по мнению депутатов, позволит избежать злоупотребления. Свой путь по сеймовским структурам начнет и целый ряд законопроектов, подготовленных правительством. В частности, парламент передаст в комиссию поправки в закон о защите прав потребителей, которые повышают ответственность продавцов за продажу тех или иных устройств, и оборудования, включая, кстати, и автомобили. Также поправки, наконец, снимают, принятые еще лет шесть назад, ограничения и запреты на рекламу, услугу финансовых организаций. Но при этом повышается и ответственность этих кредитных учреждений за то, как именно они рекламируют свои финансовые услуги. Лизинг, ипотека, потребительские кредиты и тому подобное. Сейм наверняка согласится рассмотреть в срочном, повторяю, в срочном порядке поправки в закон об образовании с тем, чтобы учителям, внимание, учителям, могли получить доплату в случае, если их пригласили на работу в школу, которая находится в другом самоуправлении. Речь идет о доплате за аренду жилья и компенсацию транспортных расходов. А еще парламент предложит работу над правительственными поправками в законы, которые призваны ужесточить наказание за кражу авторских прав. То есть использование без разрешения авторов и собственников интеллектуального труда песен, музыкальных, кино и литературных произведений. Вот такие вот новости, друзья. Пишите комментарии. Повторяю, сегодня в рамках очередного пленарного заседания Сейма Латвии депутаты рассмотрят ряд инициатив от оппозиции и не только. В частности, хотят сажать за вредительство, предать вредительство без разрешения, и не признавать дипломы из Российской Федерации. Повторяю, это сегодня. Уже происходит, скорее всего, теми Латвии. Сегодня у нас 12 сентября. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео, друзья. Большая просьба. Подпишитесь на наш канал, кто еще не подписан. Зрители. Поделитесь с друзьями в социальных сетях. Просто так с друзьями. Ну и напишите комментарии, что вы думаете. Погодка. Немножко о погоде, конечно же, затрону. Хорошая. Просто прелесть. Но завтра, друзья, готовьтесь. Будут дожди. Повсеместно, кругом. Ну, возможно, частично где-то не затронет. Но будут дожди. Дожди. Даже ливневые дожди. А так тепло. Сегодня местами до 23 градусов. Это палаты, друзья, местами. Лето продолжается. Повторяю, лето пока у нас еще продолжается. Ну, назвать бабье лето. Когда там бабье лето начинается? Напишите в комментариях. Уточните. Не хочу копаться, друзья. Я просто решил немножко под конец вас порадовать. Сегодня будет отлично. Но только до вечера. Только до вечера будет нормально. А потом все. Заволакивать начнет. Низкое давление. И все. Циклон, циклон. Да, 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 да. И начнет нас заливать опять. Господи. Все, друзья. И желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Как всегда, друзья. Мира, добра и дружбы между народами. До свидания. Спасибо за поддержку нашего канала. Большое спасибо. Особенно тем. Вот особенно тем. Иногда, конечно, я... Да и все время говорю почти. Кто очень давно, с самого начала с нами, вот, кто с самого начала с нами, отдельно благодарность и низкий поклон на всем, друзья. Кто с самого начала. Всем, конечно же, всем, абсолютно всем, благодарность всем, кто недавно подписался, тоже вот хочу затронуть вот это вот, поблагодарить вас. Спасибо большое вам, друзья. Не будет вас, не будет и нас, и канала, друзья. Правильно? Правильно. Спасибо. До следующих видео, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...